Новосибирскому театру «Глобус» 85 лет. И сегодня у нас в гостях хореограф театра Елена Петерсон и руководитель службы креативных направлений развития театра Инна Кремер. Доброе утро. Расскажите, 85 лет, юбилей, была юбилейная программа, как она проходила, креатив все-таки, настроение. Что было? Да, безусловно, и креатив, и настроение. Мы постарались эти 8 предюбилейных дней насытить очень плотной программой. Каждый юбилейный день отличался? Да, безусловно. Он абсолютно оригинальный был и направлен на то, чтобы нашим зрителям показать не только те традиционные формы, это спектакли, при том, что в программу мы собрали те спектакли, которые мы считаем такими золотыми зернышками нашего репертуара. Это и премьеры нынешнего сезона, и это те самые яркие премьеры последних нескольких лет. Но, естественно, кроме этих спектаклей, перед каждым из них всех наших зрителей ждало театральное представление, поддержанное теми конкурсами, которые мы в честь юбилея за полтора месяца объявили. И зрители очень активно участвовали, отзывались. Им предстояло попробовать себя в роли двойников артистов. У нас был такой конкурс «Прекрасные братья Гримм» назывался. Да, в течение полутора месяцев нашим зрителям было предложено сделать полное соответствие грима. Мы предложили 10 вариантов фотографий артистов и спектаклей с очень сложным гримом и с очень непростыми затейливыми костюмами. Они самостоятельно делали? Они должны были самостоятельно это сделать. У них был оригинал перед глазами, и там было место для вашего фото. Они должны были прислать свою фотографию. И потом в течение последних двух недель, когда мы уже получили значительное количество работ, мы отсматривали всем коллективом, артисты сравнивали схожесть, оценивали. И в результате у нас появились победители. А дальше было еще четыре конкурса. Это был и фото-квест «Обойди глобус», где зрителям приходилось искать все театральные профессии, которым насыщен наш театр. И получать... Их фотографировать нужно? Да, у нас прекрасный фотограф, который работает с нами в течение юбилейного сезона Анны Маслова. У нее уникальные совершенно фотографии. Она заснимает процесс, и не только творческий процесс, но еще и производственный процесс, что очень важно для театра. И вот все наши цеха, обувщики, швеи, стелеры, монтировщики, они все были представлены на этих фотографиях очень эстетично. Они составляли действия, в котором происходит именно создание спектакля или какой-то другой действия? Они должны были узнать, бутафор ли это, найти всех бутафоров, составить их в цифровую линейку и предложить эту цифровую линейку уже ответственным за исход этого конкурса. Поэтому носились очень-очень сложные задачи, поэтому зрители очень шустро бегали по всем лестницам нашего театра. Что еще было? Было 5-6 конкурсов, да? Да, было 5 конкурсов. «Братья Гримм» мы назвали, «Обойди глобус квест» мы назвали. Еще у нас был театрализованный аукцион, который мы проводили перед спектаклем «Лес» и назвали его в соответствии с названием пьесы Островского «Не было ни гроша, да вдруг Алтын». Там мы предлагали зрителям нашим приобрести те изделия, которые сделаны руками артистов. То есть мы показали другую сторону их талантов, то, что они умеют делать. И наши артистки и артисты, они показали все, на что они способны. Были и картины, были и какие-то росписи по дереву, и вязаные предметы, то есть и украшения, и сумки. И поэтому, в общем, тоже это получило большой отклик. У артистов такой плотный график, когда они успевают рисовать? На репетициях, на репетициях, вы знаете, да. Между выходами на сцену они успевают делать, периодически это у них получается. И вот этот результат был представлен. И надо сказать, что все деньги, собранные от этого аукциона, мы передаем в благотворительный фонд «Созвездие Сердец». Об этом я скажу чуть позже, но у нас есть благотворительные программы в этом юбилейном сезоне. И все деньги мы собираем для того, чтобы помочь инсулинозависимым детям. Этот сезон действительно удивляет. Давайте прервемся на небольшую паузу, посмотрим новости и скоро вернемся. А я напоминаю, что у нас в студии хореограф театра «Глобус» Елена Петерсон и руководитель службы креативных направлений развития театра Инна Кремер. Ну что, продолжим говорить про юбилейную программу. Вот много всего было втиснуто в несколько дней, 8 дней, кажется, было в программе. Вот самое интересное, самое необычное, что было придумано в эту юбилейную программу? Ну, пожалуй, это замыкающая программа. Всю нашу неделю, вернее, все 8 дней. Это большой праздничный перформанс, который мы назвали «Входите открыто». Совершенно удивительная история, которая будет подарена в честь нашего 85-летия зрителю. Можно абсолютно точно сказать, что этого никогда еще не было. Ни в нашем театре мы никогда не пробовали отмечать так свой день рождения. И очень надеемся на то, что вот это абсолютное разворачивание в сторону зрителя, оно всем очень понравилось. И, может быть, даже это одно из сильнейших впечатлений у наших зрителей. Но это потом мы узнаем уже по фидбэку некоему. Что представляет из себя этот перформанс? Что происходило? Ну, вообще, на самом деле, это очень любопытная получилась история, потому что она интересна для зрителей, которые вот волнами приходили в течение пяти, так сказать, групп. Групп, да, в течение дня, в течение, получается, двух часов они находились внутри театра. И вообще такое впечатление, что крышу как-то так уже немножко покачивало, потому что они попадали из привычного гардероба, где они привыкли приходить и, так сказать, себя дальше вести в зал зрительный. А здесь им было предложено гулять, даже не гулять, а бродить по театру, по тому закулисью, куда... Куда угодно. Куда, может быть, многие просто только мечтают попасть на самом деле. Потому что зрители, находясь в зале зрительном именно вот по эту сторону, а сцена там и, собственно говоря, актеры, приходя туда, для них очень любопытно, и даже, думаю, большинство из них мечтает, попасть именно в ту часть запретную. А здесь им предложено было не просто оказаться там и просто походить гуськом или там что-то, да, цепочкой, как в детском саду, взявшись за руки, а здесь им было предложено еще и окунуться, в общем, в эту загадочную профессию актерскую, попробовать себя в той или иной области. Проходили мастер-классы, да. Да, у нас задумано было так, вот то количество зрителей, которое пришло, оно было поделено на четыре группы, и каждая группа была под руководством того или иного мастера. Значит, это была музыка, это было пение, это была сцена речь, и это был танец. То есть те основные профессии, которые получают актеры, обучаясь этой специальности. А здесь было предложено в очень краткий срок, по сути дела, в течение какого-то... Продолжением, полчасовым экспресс-методом. Попытаться... Настолько быстро. Да, попытаться овладеть вот этими какими-то азами, и почувствовать, насколько это интересно. Может быть, очень трудно, а может быть, кому-то это очень легко, кто-то так раскованный зритель, что он совершенно в легкую за полчаса может овладеть. У нас были и такие, да? Да, были и такие. Весьма, весьма раскованные. У нас есть буквально одна минута, можете научить меня быть артистом, двигаться сценицей. Ну, я думаю, что вы так или иначе все равно артист. Но тем не менее, актерская профессия, это же ведь передача через себя, через свое тело, через вот, собственно, этот инструмент наше тело, это актерская составляющая. Передать настроение, либо характер. Вот сейчас мы бодры, веселы, утро ясное. Ясное, да, это хорошо, вытянутая спинка, хорошо приподнятый подбородок, это есть такая позиция оптимистическая. Но если мы к концу дня устали, и если было много эфиров, и мы уже начали совершенно вянуть, спинка горбится, мы начинаем опираться на ручки, на ножки, укладываться, может быть, да, тело распускается. Вот эти все моменты, они очень, ну, как бы мы постепенно начинаем ими овладевать, да? И это очень важно. А на самом деле, придя на работу, придя в театр, мы, может быть, в плохом настроении. Но вот эти навыки наши какие-то, да, они дают возможность нам перевоплотиться. А возможно ли такое, что человек будет в жизни двигаться сценически? Конечно, я думаю, что это очень важно и, наверное, может быть, имеет смысл. Сейчас действительно много каких-то студий, каких-то, так сказать, возможностей у людей, и они тянутся к тому, чтобы приобщиться вот к этим, так сказать, тонкостям актерской профессии. Вот говорили о том, что много телевизионных шоу, где поют, где уже теперь танцуют, может быть, скоро начнут действительно играть какие-то небольшие сцены актерские. Это тоже, в общем, та область, которая для простого зрителя, для простого, в общем, человека, она весьма любопытна, она очень интересна. И с удовольствием они вот придя, в общем, в наш театр, они это получили, я думаю, вот как раз во время вот этих перформансов. Да, но кроме того мастер-класса, который вот наши гуру, которые наши мастера преподносили зрителям, для чего они готовили их? Они их готовили для того, чтобы те показали себя на нашей большой сцене. И они на нашей лифтовой подсценной части, что тоже было для них, конечно, необычайным сюрпризом, и сильнейшим впечатлением они на этом лифте поднялись на сцену, они совершенно не ожидали того, что вот этот лифт сейчас вдруг их там вынесет вот в это пространство. Они поднялись туда, и они увидели, что они абсолютно вписаны в декорации и абсолютно находятся в мизансцене с артистами, которые уже в процессе репетиции находятся. И им предстояло там предъявить все те умения, которые они экспресс-методом, но получили все-таки за полчаса. Поэтому они вписывались в реплики и создавали атмосферу на реплику. Артисты они создавали то шум моря, то показывали, как двигаются волны, то показывали, как кричат чайки, говорили скороговорки. И, в общем, создавали такую атмосферу причала, на котором летали свой большой корабль под названием «Глобус». 85-й юбилейный сезон действительно удивляет. Я думаю, еще продолжить и удивлять. Спасибо вам большое. А я напоминаю, что у нас в студии были хореограф Елена Петерсон и руководитель службы креативных направлений развития театра Инна Кремер.